Добрый вечер! Знаете, какое-то у меня тухло сегодня интервью вообще. Ну вы там повырезайте пару слов скажите. 23 января в Казани в 17 часов по московскому времени «Динамак Барс» примет на своей площадке «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча 20-го тура по рематч Суперлиги станет последней домашней для команды Решата Гелезудинова перед выездной серией, которая включит в себя матч Воденцова и второй тур группового этапа Лиги Чемпионов. Кочной встрече команды подходят в хорошем настроении. «Динамо» одержала 6 побед подряд в трех разных турнирах, а последнее поражение как раз было в матче Лиги Чемпионов. В чемпионате России наша команда занимает вторую строчку, лишь на одну очку уступая московскому «Динамо». И вряд ли кто-то из соперниц сможет обойти динамовские коллективы в регулярке. А победитель, скорее всего, определится в очной встрече. Я думаю, что мы завтра посмотрим, в какой мы форме, потому что после игры с Краснодаром очень был тяжелый перелет, но нам удалось передохнуть, и мы потренировались. То есть, в принципе, сейчас команда готова к игре, готова к бою, и надеюсь, что завтра мы покажем хороший волейбол. Нет понимания, потому что все равно переносится, и у них много игр перенесено, то есть там у нас тоже Уралочка, Минск, Тула, и как бы все, времени осталось мало до финала шести, а игр перенесенных много, поэтому просто ждем информации, потому что не мы решаем, ну как бы не от нас зависит. Ленинградка, в свою очередь, также одержала четыре победы подряд и занимает пятую строчку в чемпионате. Нынешний сезон складывается для желто-черных очень успешно. Команда впервые за долгое время попала в финал четырех Кубка России, да и в чемпионате уверенно обыгрывает команды из нижней части турнирной таблицы. Зачастую, правда, проявляя характер на тайбрейке. Да, они очень добавили, даже по сравнению с прошлым годом, это такой опытный костяк, который договаривается сам с собой очень организованно и очень продуктивно, то есть, что как раз они за счет своих опытных качеств показывают хороший волейбол и хороший сезон. Хороший подбор игроков, и мы сегодня готовились, мы разбирали команду, смотрели видео, поэтому мы ее прекрасно знаем и знаем, что от нее ожидать, и также готовимся к этой игре. Уже свою игру наложим, конечно. Правда, в последних играх команды не мог руководить приболевший главный тренер Александр Кашин, а также не появлялась на площадке опытная либера Светлана Крючкова. Зато в составе «Пчел» сразу пять волейболисток, поигравших в Казани. Гендель, Русакова, Столярова, Матиенко и Лунева. Лидером же является диагональная Анастасия Горелик и доигровщица Екатерина Сокольчик. Самое, наверное, такое яркое воспоминание – это Настя Горелик, которая в предыдущих турах набрала 32 очка за игру. Это тоже очень большой показатель, хороший результат, и она представляет тоже основную бомбардирческую силу этой команды. Поэтому будем ждать и опускать ее показатели. А вот статистика однозначно против Ленинграда. Команда из Санкт-Петербурга проиграла «Динамо» аж 14 матчей подряд, а последняя победа датирована аж 2015 годом. А вот в Казани девушки из Санкт-Петербурга и вовсе никогда не выигрывали. Как оно сложится на этот раз, узнаем 23 января в 17 часов по московскому времени. Поболеть за девушек из «Динамо Акбарс» вы сможете, включив прямую трансляцию на интернет-портале tvstart.ru.